Всем привет! Стартовал сезон баклажанов, а это значит, что мы сегодня будем готовить именно их. Сразу 5 оригинальных и очень интересных рецептов. Каждый из них вам понравится, и я уверена в том, что вы приготовите такие баклажаны еще не раз. Как обычно, для этого потребуются самые простые и недорогие продукты. Времени на приготовление потратим минимальное количество. Если вы, как и я, любите готовить и часто ищете что-то новенькое и оригинальное, подписывайтесь на мой канал и нажимайте колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Для первого рецепта взяла два достаточно крупных баклажана. Их следует разрезать пополам. Общий вес двух таких баклажанов 850 грамм. Теперь беру каждую из половинок баклажана и делаю насечки. Обратите внимание, баклажаны не нужно прорезать насквозь, просто сделайте небольшую сеточку на каждой из половинок баклажанов. Процесс очень быстрый и занимает буквально пару секунд вашего времени. Ну вот, все готово. Теперь баклажаны можно выложить на противень, который я предварительно выстелила кусочком пергамента. Не обязательно использовать бумагу, можно просто немножко смазать противень маслом. Далее, готовые баклажаны следует посолить. Я для таких больших четырех половинок взяла немножко меньше чайной ложки соли. Также обязательно добавлю перец. Здесь следует ориентироваться на свой вкус. Подходит как черный перец, так и смесь. Также обязательно взбрызну эти половинки небольшим количеством растительного масла. Подходит абсолютно любое. Подсолнечное, оливковое или то, что нравится вам. Также для этого рецепта я запеку чесночок. У меня четыре больших крупных зубчика. Его сразу выкладываю в креманку. Следом добавлю буквально две столовых ложки растительного масла. А сверху на чеснок кладу один большой крупный помидор. И вот этот противень с баклажанами и помидорами убираю в духовку, разогретую до 200 градусов. По истечении где-то 45 минут мои большие половинки баклажанов и помидор-чесноков готовы. За это время они успели хорошенечко запечься и обмякнуть. Поэтому с помощью вилки разминаю мякоть в каждом из баклажанов. Вот так вот просто превращаю все в пюре. А за счет того, что баклажан хорошо пропекся, как вы видите, это сделать достаточно просто и быстро. Главное держать баклажаны в духовке до того момента, пока они не станут мягкими, чтобы вы без труда смогли превратить мякоть этих половинок в пюре. Далее тот чеснок, который запекался, нужно размять вилкой. Также сверху на чеснок кладу и запеченный помидор, с которого снимаю кожуру. А это сделать очень просто, так как помидор запекся и кожура отходит без труда. Ну и теперь с помощью вилки все составляющие этой миски, а именно помидоры и чеснок, разминаю до однородности. Получается такой аромат томатный соус и чеснок. Ну а теперь заполняю каждую из половинок баклажанов вот этим потрясающим ароматным вкусным соусом. И уже на этом этапе это выглядит очень-очень аппетитно. По желанию вы, конечно, можете добавить какие-то любимые специи. Мне достаточно соли и перца в этом блюде. Ну а для того, чтобы баклажаны были еще более вкусными, сытными и имели хрустящую корочку, натираю 100 грамм сыра. В моем случае это сулугуни. Использую для этого крупную терку. Далее дело техники. Осталось этот сыр распределить по каждой половинке баклажанов, что я делаю. На каждую вот такую половинку приходится около 25 грамм сыра. Моя духовка все так же разогрета до 200 градусов. Отправляю баклажаны с сыром и помидорами еще раз запечься буквально на 7-10 минут, чтобы сыр запекся и получилась красивая румяная и, конечно же, хрустящая корочка. Мои баклажаны абсолютно готовы. Это что-то просто нереально ароматное и очень-очень вкусное, уверяю вас. Также, по желанию, баклажаны можно присыпать любой свежей зеленью, которая вам нравится. Рекомендую смешать все, что находится внутри этой половинки и насладиться нереальным вкусом. Ну а мы готовим второй рецепт. Для этого взяла один средний баклажан вес 450 грамм. Нарезаю этот самый баклажан небольшими кружками, где-то по 5 миллиметров толщину. По желанию, безусловно, вы можете предварительно их очистить, но в этом рецепте за счет того, что кружочки достаточно тонкие, кожура не ощущается. Далее кружочки отправляю в удобную посуду. Берите такую посуду, чтобы вам было удобно залить эти баклажаны водой. Теперь подсолю их одной чайной ложки соли. Следом добавлю холодную воду, так, чтобы она покрыла баклажаны. Можно все слегка перемешать, чтобы распределить соль. Закрываю миску крышкой и отставлю в сторону буквально на 5 минут, сама приготовлю начинку. Для этого мне понадобится 100 грамм грецких орехов. Их высыпаю в чашу блендера. Также взяла 25 грамм свежей ароматной петрушки. Следом добавлю буквально 30 грамм репчатого лука. Подойдет абсолютно любой. Конечно же чеснок. Взяла 4 крупных зубчика. Подсолю начинку парой щепоток соли. Также добавлю молотый перец. Здесь рекомендую ориентироваться на свой вкус. Очень рекомендую добавить молотый кориандр. Он придаст неимоверный вкус. Потребуется буквально пол чайной ложки. Ну и еще один ингредиент для начинки это густой йогурт или сметана. Потребуется ровно 100 грамм. Закрываю чашу и пробиваю содержимое до однородности. Должна получиться достаточно плотная консистенция. Если у вас нет, к примеру, блендера или чаши для блендера, орехи вы можете прокрутить через мясорубку, мелко измельчить петрушку, а также через мясорубку прокрутить чеснок и лук. А затем уже добавить специи, соль, сметану и все смешать до однородности. Начинка готова. Теперь можно вернуться к баклажанам. Их я раскладываю на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишней жидкости. Промывать под проточной водой не буду, чтобы они остались слегка солеными. Еще мне понадобится два куриных яйца. Их следует просто слегка взбить вилкой до однородности. По желанию можно немножко соли добавить к яйцам. Затем на горячую сковородку добавлю 2 столовых ложки растительного масла. Обмакиваю каждый кружочек в яйце и кладу обжариваться на сковородку до готовности с двух сторон. Именно с яйцом получается очень вкусно. Плюс оно не дает впитаться большому количеству масла в эти баклажаны. Итак, у меня все готово. И эти кружочки я также выложила на бумажное полотенце, чтобы ушло лишнее масло. Дало немножечко остыть. Теперь можно собирать закуску. Беру кружочек баклажана, кладу по центру небольшое количество начинки и прижимаю с двух сторон, получив таким образом очень симпатичное изделие. Я даже не знаю, как его назвать, но это смотрится мило. Подобным образом собираю остальную закуску. Беру кружочек баклажана, по центру кладу небольшое количество начиночки, где-то чайную или полторы ложки. Все зависит от размера самого кружочка. Закрываю с двух сторон и получаю вот такую красоту. Друзья, хочу сказать, что сочетание этих продуктов дает идеальный вкус. Рекомендую вам приготовить и попробовать. Ну а мы приступаем к третьему рецепту. Два небольших баклажана разрезаю вдоль, но не насквозь. Делаю небольшие надрезы. Вес моих двух баклажанов около 400 грамм. Далее выкладываю в небольшую форму и буду их запекать. Духовка разогрета до 200 градусов. Для запекания потребуется около 40 минут. Ну а пока они пекутся, мы подготовим начинку. Одну среднюю куриную филешку нарезаю небольшими кубиками. Вес такого филе 300 грамм. Безусловно, можно использовать в этом рецепте, к примеру, мясо индейки. Также потребуется одна крупная луковица. У меня 140 грамм. Ее следует нарезать средним кубиком. Далее на горячую сковородку добавляю где-то 2 столовых ложки растительного масла. Выкладываю курицу и буду обжаривать до румяного состояния. Периодически курочку помешиваю, чтобы она не подгорела. Как только вы увидите, что кусочки подрумянились, испарилась вся жидкость, можно добавить лук. Все перемешать и обжарить до золотого состояния лука. На это потребуется около 3-4 минут, не более. Огонь при этом выше среднего. Теперь можно добавить соль. Я взяла пол чайной ложки. Также потребуется молотый перец. Здесь ориентируйтесь на свой вкус. Я еще добавлю для приятного вкуса копченой паприки. Взяла пол чайной ложки. Непременно беру кунжут. У меня около 10 грамм. Подойдет либо черный, либо белый. Теперь следует все перемешать. Огонь при этом можно уже сделать немножечко меньше. К этим ингредиентам следует далее добавить 4 зубчика чеснока. Я пропускаю их через пресс. Все снова хорошенечко перемешиваю, чтобы чеснок дал свой приятный яркий аромат. После этого курицу можно снимать с огня. Она готова. Пусть немножко остывает, а я пока один крупный помидор нарезаю средними кубиками. Если кожура у помидора толстая, можно предварительно снять ее, ошпарить помидоры кипятком. У меня розовый тонкошкурый помидор, поэтому я этого не делаю. Также для рецепта потребуется около 50-70 грамм любого сыра. Его следует натереть на терке. Я использую мелкую, но, конечно, можно воспользоваться и крупной. Ну вот, все ингредиенты подготовлены и к этому моменту уже успели хорошенько запечься баклажаны. После духовки они должны стать достаточно мягкими и если раскрыть сам баклажан, в серединке он должен быть также мягким. С помощью вилки, а лучше двух, мякоть нужно немножко размять. Это сделать очень просто и легко. А вот теперь в каждый из баклажанов можно добавить сыр, который мы заранее натерли. Половинку к одному баклажану, а половинку к другому. С помощью той же вилки все это следует слегка смешать. Нужно, чтобы сыр смешался с мякотью баклажана. Возможности все слегка утрамбуйте, но не слишком. Теперь сверху на эту мякоть с сыром кладу помидор. Опять же, половинку к одному, половинку ко второму баклажану распределяю. Безусловно, сочетание баклажанов, чеснока, помидоров, сыра это всегда-всегда выигрышный вариант. А вот далее сверху щедро выкладываю куриную ароматную грудку. Как вы помните, мы ее поджарили с кунжутом, чесноком и копченой паприкой. Друзья, это невероятно ароматное и очень-очень вкусное блюдо. Рекомендую приготовить и попробовать. Уверена, эти баклажаны не оставят равнодушным никого. А теперь давайте приготовим четвертый вариант рецепта. Для этого взяла один большой баклажан, нарезаю его кружочками где-то по сантиметру. Для рецепта использую продолговатый баклажан, больше подойдут все же не слишком пузатенькие баклажаны. Далее из каждого кружочка нужно вырезать серединку. Можно это сделать, как я, с помощью ножа. Это очень удобно и быстро. А можно взять какое-то приспособление, как в моем случае, и выдавить серединку с помощью него. Делайте, как вам удобнее. Вес баклажана моего 450 грамм. Далее кружочки складываю в удобную миску, так, чтобы без труда их можно было подсолить, поперчить и перемешать. Добавляю соль, понадобится где-то пол чайной ложечки на это количество баклажанов. Также добавлю небольшое количество молотого перца. Здесь, как обычно, ориентируйтесь на свой вкус. Перемешиваю. После того, как эта работа проделана, баклажаны ставлю в сторону буквально на несколько минут для того, чтобы приготовить начинку. Беру ту самую мякоть баклажанов, которая у меня осталась, и нарезаю небольшими кубиками. Кубики где-то по сантиметру, не более. Вы видите, в этом рецепте абсолютно безотходное производство. Мы ничего никуда не выбрасываем. Все используем для рецепта. Также для начинки потребуется небольшая луковица. Нарезаю средним кубиком. Вес такой луковички около 140 грамм. Еще взяла немножко сыра. Его также нарежу кубиками. Для начинки подходит абсолютно любой. Я использую сулугуни, и у меня 100 грамм. Еще понадобится 1-2 средних помидорчика. Их тоже следует измельчить, нарезав кубиком. Ну, куда же без свежей зелени. Сегодня взяла микс. У меня укроп и петрушка. Достаточно будет 20 грамм. Ну вот, нарезка для начинки готова, но сейчас нам нужно эти кубики баклажанов с луком немножечко обжарить. Добавляю на горячую сковородку буквально 1 столовую ложку растительного масла. Выкладываю баклажаны и обжариваю до золотистого состояния. Процесс очень быстрый, буквально 2-3 минутки, не более. Периодически все не забываю помешивать, чтобы баклажаны не подгорели. Как только увидите, что кусочки подзолотились, можно добавить в сковородку лук и обжарить еще все это вместе около 3 минут, опять же, до золотистого и ароматного состояния того самого лука. Опять же, не забывайте периодически все помешивать, чтобы равномерно обжарился и лук, и баклажаны. Ну вот, все готово. Теперь выкладываю обжаренные баклажаны с луком в миску. Сюда же добавляю нарезанный сыр, также кладу помидоры, ну и, конечно же, зелень. Вы можете представить, какая вкуснятина у нас получится. Теперь к этой начинке добавляю 2 куриных яйца. Для того, чтобы масса была более плотненькой и не разваливалась, добавлю 2 столовых ложки кукурузного крахмала, это 50 грамм. Также немного соли, беру буквально пол чайной ложки, добавлю, конечно же, молотый перец. По желанию можно добавить еще какие-то специи, мне достаточно классики. Все составляющие хорошенько перемешиваю. Начинка готова, можно обжаривать баклажаны. На горячую сковородку добавляю пару столовых ложек растительного масла, выкладываю кружочки баклажанов по всему дну сковородки. Обжариваю их с каждой стороны где-то по 2-3 минутки до золотистого состояния. Как только кружочки баклажанов обжарены с двух сторон, кладу в каждую серединку подготовленную начинку и немножечко уплотняю, совсем чуть-чуть. Процесс очень увлекательный, простой, я думаю, справится даже ребенок. Закрываю сковородку крышкой и на среднем огне обжариваю баклажаны с начинкой около 3 минут. Затем переворачиваю их на обратную сторону с помощью двух вилок, к примеру, и обжариваю еще одну-две минутки. Это невероятно вкусное блюдо, рекомендую приготовить и попробовать. Готовые баклажаны выкладываю на тарелку и сразу подаю к столу. Такие вот баклажаны можно есть как в холодном, так и в горячем виде. И поверьте, оторваться от них просто невозможно. Попробуйте приготовить и вы. Ну а мы готовим пятый последний рецепт. Для этого взяла пару средних баклажанов. Немножечко зачищаю плодоножку, но при этом не убираю ее совсем. Просто уберите лишние листочки. Далее сам баклажан очищаю. Можно это сделать с помощью овощечистки или обычного ножа. Делайте, как вам удобнее. Затем баклажаны нарезаю пластинами где-то по 5-7 миллиметров толщину. Думаю, с этим процессом справится любой. Затем каждый из кусочков разрезаю на полосочки, но не до конца, а оставив их целыми возле плодоножки. Получаются вот такие симпатичные заготовки в виде, наверное, осьминожка. Друзья, несмотря на то, что рецепт пятый по счету, он очень-очень интересный и вкусный, поэтому рекомендую обязательно попробовать его. Ну вот, заготовки есть, теперь их нужно сложить в небольшую кастрюлю, что я и делаю. Далее подсолю баклажаны небольшим количеством соли. Понадобится буквально пол чайной ложки. Теперь вода. Заливаю содержимое кастрюли водичкой, так, чтобы она покрыла все эти баклажаны. Устанавливаю кастрюлю на огонь и буду варить после закипания воды где-то 3 минуты, не более. Баклажаны просто должны обмякнуть. И вот после того, как баклажаны закипели и проварились 3 минутки, снимаю их с огня и аккуратно выкладываю на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишней жидкости. Лучше использовать какие-то щипцы или две вилки, чтобы баклажаны остались целыми при вынимании из кастрюли. Ну а пока они немного остывают, подготовлю кляр. В миску вбиваю 2 куриных яйца. К ним добавляю столовую ложку сметаны или густого йогурта, буквально 30, максимум 50 грамм. Также добавлю столовую ложку горчицы в зернах. Если у вас обычная, берите немножко меньше. К соли понадобится пара щепоток. Также молотый перец, здесь ориентируйтесь на свой вкус. Все составляющие я хорошенько перемешиваю до однородности. Для панировки взяла 30 грамм панировочных сухарей. К ним добавляю столовую ложку кукурузного крахмала. У меня с горкой, поэтому 30 грамм. Также добавлю молотый кориандр, понадобится пол чайной ложки. Еще сушеный орегано, здесь треть чайной ложки. По желанию немножко соли, буквально щепоточка. И еще перец молотый, подойдет как черный, так и смесь. Сухие ингредиенты хорошо перемешиваю, чтобы смешать все-все-все. Все подготовлено, можно обжаривать баклажаны. На сковородку добавляю 3 столовых ложки растительного масла, огонь при этом выше среднего. Каждый баклажан обваливаю в сухой панировке, вот так вот со всех сторон. Затем обмакиваю его в яично-сметанном кляре. Готовые баклажаны выкладываю на горячую сковородку и обжариваю. Подобным образом продолжаю формировать последующие баклажаны, обваляв панировки, обмакнув яйце и выкладывая на сковородку. На огне выше среднего обжариваю все это дело до золотистого состояния и хрустящей корочки около 3 минут. После этого их можно перевернуть на обратную сторону, закрыть крышкой и обжарить еще пару минут. Готовые баклажанчики выкладываю на тарелку, можно при этом выложить предварительно бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего жира. Подобным образом обжариваю все остальные баклажаны. Получается невероятно нежное, вкусное, при этом хрустящее блюдо. Эти баклажаны станут фаворитом на вашем столе. Рекомендую приготовить и попробовать, но мне так и хочется сказать, с этим рецептом и мяса не надо. Вот такие 5 замечательных, интересных и очень вкусных рецептов сегодня предложила вам. Буду очень рада, если они вам понравились и если вы оставите свой комментарий и лайк. Попробуйте, получается действительно очень вкусно. Хочу напомнить, что количество всех ингредиентов, которые я использую в этих рецептах, я уже указала в описании под видео. Желаю вам встроенной фигуры, приятного аппетита. Не прощаюсь с вами, увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok